Привет всем любителям пошаговых стратегий вообще, а особенно стратегическим жевжикам и поклонникам шестой цивы. Вы видите Алексея Халецкого, слышите Алексея Халецкого, значит вы на канале Лёша Играет. И я продолжаю прохождение на уровне сложности божества в Сидмейр Сивилизейшн 6 за нового лидера Такугаву Японского. И у нас против нас тоже новый лидер Сулейман Великолепный и старый японский лидер Ходзе Такимуны. Но вообще подробности этой партии в первой серии, ссылка на неё, точнее на плейлист всего происходящего в прикреплённом комментарии в описании к этому видео. Переходите туда, смотрите. А спонсоры канала всей серии должны видеть сразу, по идее, но иногда это не всегда получают, но я стараюсь сразу, короче, как записывается для спонсоров всё это выкладывать. Так, ну давайте, у нас тут проблемки есть, у нас война серьёзная идёт с Турцией и вышли мы опять в нормальный век. Не получается у нас золотой, хотя что в первый раз, что во второй, немножко мне не хватало. Так, ну что, опять исходы евангелистов брать, но с другой стороны мы тут уже распространяем религию. То есть мне не особо будет куда, видимо, её распространить, блин. Что у нас тут ещё есть? Монументальность. Наверное, всё-таки исход евангелистов стоит взять. Антона Нариву. Антона Нариву воюет с Болонией, причём Антон Риву вон свои войска куда-то перевела далековато. Блин, ладно, опять возьму, наверное, исход евангелистов. Всё-таки тут по два очка эпохи. У меня сомнение, что у меня тут будет очень много ускорений. Так, ну тут зона контроля, по идее, для турка. Он нас тут точно атаковать не может. Единственное, что я бы, наверное, всё-таки сделал так. Так. Ну, то есть мечом бы добил. И тут обстреливал колясочку. Вот так. Окей. Блин, я забыл, что я тут хотел обработать. Ну, я вино обработал. Рудник может пойти вот то вино выкупить, обработать. Овец. Холмы, холмы. Как-то вот этих овец надо будет собирать. И рудники лучше тут ставить. Потом, я всё-таки думаю, даже не рудники, а я подумываю о том, чтобы вот сюда поставить заповедники, как ни странно. Вряд ли мы наску найдём. А зато вот тут, тут и тут заповедник будет неплохо влиять вот на эти клетки. Я понимаю, что... Ну и соседство для священных мест получится. Правда, тут только вот... Блин, не знаю. Короче, мне кажется, прикольная идея заповедник поставить. Ну, их надо вот тут ставить, на эти клетки пустынные. Ладно, давайте вот сюда рудник я пока сделаю. Пока непонятно, что с овцами. Мачу-пикчу построили. Ну и трудовая дисциплина. То есть, нам надо всё-таки эти священные места делать. Два кампуса. Так, а что я открыл сейчас? Драму и теологию я, видимо, открыл. Или я её давно уже открыл? Блин, я что-то реально забыл, что у нас тут происходило. Ну, по-хорошему, надо в оборонительную тактику идти. Ладно, через игры и развлечения, значит, пойдём. Стены тоже надо как-то строить. Да, с развитием всё очень плохо. Ещё Аютхая нам войну объявила. Но она далековато. Так, отменяет. Давайте против Турка проголосуем. И стоимость производства и приобретения военных юнитов за валюту. О-о-о. Ну, давайте, наверное, снизим за производство. Но мне кажется, это в пользу Турка будет. Может, снизить за золото. Ну, золота у него нет. Ну, конечно, не факт, что это пройдёт вообще. Я так говорю, снизить за золото, как будто это уже 100% прошло. Ну, тут бы, в первую очередь, международные торговые пути запретить. То есть, я туда валюсь. Ну, тоже, мне кажется, не пройдёт против Турка. Неизвестный игрок плюс 4 и снижено за производством. Плоховато. А есть какой-нибудь шанс? Ну, вряд ли тут дружелю... Меня он осудил, а с этим дружелюбие вряд ли он в войну пойдёт. Блин, там ещё и арбалет прётся. Так, надо так отходить, чтобы арбалет не мог обстрелять. Он всё ещё не хочет мир, да? Плохо. Это всё очень тяжело. Старт сложный. А этот воюет, причём и по науке, и по культуре просто улетает куда-то. Не буду я Сулейману Великолепному помогать. Пускай Японец помогает. Ну, они там дружочки-пирожочки, конечно. А, так сам Сулейман Великолепный. Короче, это не прошло. Типа, написано принято, но кто ему помогать будет? Так, а как тут лучше? Блин, мне бы в Гифу, конечно, стены построить. В защиту встану. Тут обстреляю. Тут обстреляю. Он не должен, по идее, убивать мне мечника. Давайте вот так встанем и так подойдём. Даже, наверное, вот так. Да, но могут коляску убить, да, арбалеты? Ну, и что, и куда этот город везти? Сюда. И юниты надо строить, на самом деле. Тяжело. Лен Гифу будет обстреливать. Вау. Ну, это, кстати, к лучшему. Это к лучшему. Значит, минус арбалет, видимо. Я не беру уровень, потому что мне надо обстрелять его и убить. А вот этим надо отступить. А почему у турок плюс 3 за разведданные? Что это он... Что это Турция уже такое открыла? Не могла же Турция уже книгопечатание открыть? Не могла, слушайте. Турция уже в книгопечатание, охренеть. Поэтому имеет против меня такой нехилый бонус в силе. Я олигархии хотя бы плюс 4. Блин, ну, походу... Не должны, вроде, мечника убивать. Сейчас увидим. Так, здесь чисто производство. Ставим. Ставим. Ну, хотя бы 2 всадника сделаем. 36 сил. Это выше, чем 35 у мечника. Нет, убил все-таки, блин. К юнитам кавалерии поставим плюс 50, наверное. Вместо варваров. Ну, и поселенцев тоже надо делать с другой стороны. Еще мне одного надо, как минимум. Так. Любимый зритель, если тебе нравится видео, то поставь, пожалуйста, лайк и оставь комментарий. Кроме того, где-то либо здесь, либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети. Ну, а если ты все еще не подписался на мой канал, то, конечно же, подпишись. Можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров Жевжиков Патрициев, а некоторые видео раньше, чем для других зрителей. Кроме того, появилась функция суперспасибо где-то под видео. Это как донат, только не во время стрима, а только этому видео. Всем спасибо за поддержку. Все-таки из-за гор тяжеловато на меня лезть. Так, и он, конечно, мириться не хочет, да? Но я ему все-таки город уничтожил. Ну, я нормально так начинаю отставать, конечно. А, он еще плюс 4 теперь имеет, что мы оба не в золотом веке, кстати. Способность-то прокнула. Турецкая. Кстати, а вот тут плюс 10 надо брать, вот этот гарнизон. Когда мы сюда встанем, у лучников получится плюс 10. Да и может в гифу просто древние стены. 18 ходов. Короче, нужны древние стены быстро, чтобы ускорить инженерное дело и открыть машиностроение дальше. Или с амбара. Тут лучше начать, наверное, с амбара. Надо начинать, а не с монумента. Даже производство негде брать, блин. В случае надо священное место построить, но мы никак не можем это сделать. Так. Спрятать в город. Тут надо выйти сюда. Эту поставить. Теперь, смотрите, у нас плюс 10, да? Тут тоже плюс 10 раз мы защищаемся. Блин, почему? Ну, было же прошлым ходом два хода. Блин, жилья недостаточно. Нам очень сложно здесь будет как-то вырулить. Ну, хоть один город мы турку уничтожили. Блин, просто 119 и 108 культуры. Охренеть. Охренеть. О, надеюсь, тут поубивало жителей это извержение. Но, с другой стороны, улучшило, видите? Смотрите, у него уже меньше армия. Так, может, все-таки он сдаст, ну, не сдаст, а типа заключит мир. Не хочет. И мне главное надо коммерческие районы строить, а мне их негде нормально строить. Ну, потому что способность Токугавы как раз за торговые пути внутренние. А у меня всего лишь один внутренний торговый путь и все. Ну, тут нам все ходит этими копьями. Но мне надо арбалеты. Срочниссимо. Так, инженерное дело открыли. Тут теперь сразу машиностроение начинаем. Так, а рыцари у нас через время это феодализм нужен. У меня еще культуры, что... В аборентальной тактике просто есть некоторые... Как его... Сюда подойти, попробовать привлечь это копье. Есть некоторые карточки крутые, которые можно поставить будет. Так, давайте, наверное, в Токио все-таки... Хочется еще лучника, но надо поселенца строить. Я не знаю, только вот туда поставлю или сюда поведу. Ну, пока Антон Нариву в союзниках... Пока Антон Нариву... Мы можем вообще Болонию перекупить, я смотрю. Надо ли нам это? Может, пускай они дерутся между собой? Опять он поставил город... На том же месте, где был предыдущий, да? Ну, а как... Я просто мог забрать город, но удержать его точно не мог. И как бы это немножко мы его... О, хоть это Кимун объявило! А были же дружочками, вау! Так... Так... Так-так-так... Так, но только вот все равно вопрос... Надо ли мне воевать? Потому что я не могу удержать эти города... То есть, воевать для того, чтобы что? А, с другой стороны, какая разница, да? Армия-то есть... Кайф! Может, все-таки перекупить Болонию? Ну, она дает... Районы со зданиями очки великих людей... Которых у меня вообще этих районов нету... Вот же ж, блин... Непонятно, где делать... Эту ромашку... Может, вот здесь делать ромашку? Вот тут... Пару пустынных клеток уберем... Да, тяжело... У меня карточка на строителей не стоит, да? Мне бы вот этого поселенца построить... И убрать пока карточку... Но с другой стороны... Я, наверное, все-таки вот здесь не буду ставить город... Поведу сюда... Какой-нибудь вот... А, именно так... Раз, два, три... Да, мне тут единственное место, в общем-то, вот сюда только поставить... Будет... И как раз карточку надо... Три хода, да? Как раз карточку... С поселенцев на строителей сменить... О, он предлагает мир... Причем он мне даже заплатит... Деньги девять... Ну, вообще... Вообще, да, давайте... Отлично... Повести нам дал... То есть это культура плюс... Все-таки... Так, ну арбалеты можно теперь отложить, я думаю... Два морских ресурса обработать... Это жемчуг... И... И жемчуг... Только денег нету, выкупать их... Вообще есть? Вообще-то есть... Ладно, давайте пока это открывать... Господи, как тяжело все-таки, а? Не знаю, вот пишут в комментариях... Был бы у меня такой старт, я бы... Типа, рестартнул... Ну, просто в определенный момент... Скучно становится играть на идеальных стартах... На крутых... Это в сетевой игре, когда у тебя плохой старт выпадает... Да, возможно, не стоит время терять, потому что тебя... Живой игрок обыграет, это понятно... Но... Против компьютера... Пойду попробую все-таки вот этот лагерь убрать... Он в меня убился, что ли? Где... Куда... Корабль не... Вот он... Так, тут сейчас следующим ходом будет... 8 производства плюс... Или может реально заповедники ставить сразу? Тут, конечно, не 6 клеток, а 4 вокруг будет... Но... Эту клетку я никак обработать не могу... Эту клетку я никак обработать не могу... Правильно? С другой стороны, нам центры коммерции нужны... Но... Здесь мне негде ставить центр коммерции в плане... Хотя вот плюс 2... Между прочим... Вот интересный вопрос... Что мне лучше, заповедник поставить или... Центр коммерции? Наверное, все-таки центр коммерции... Блин, хотел сказать... Центр коммерции мне сразу даст бонус... Но у меня, смотрите, центр коммерции, рынок и караван только поставить... И тогда пойдут бонусы... А заповедник... У меня заповедник и... Что там? Роща следующая... И роща, и все... И пойдут бонусы уже... Слушайте, наверное, заповедник надо... Давайте еще раз глянем... Он на плюс 1... Повысит престиж... Соседних клеток... Надо проверить, что мне реально бонусы будут... Роща... Дает пищу и веру... Соседним клеткам с престижем притягивающей... А также две пищи, две веры и две культуры потрясающие... Ну, то есть, это вот... Потрясающе будет только на этой клетке... Надо посмотреть, будет ли там притягивающей... Да, вот тут станет притягивающей, по идее... А, нет, вот тут не станет... И тут не станет... Потому что... Потому что рудники... Блин, значит, все-таки может заповедники не будем строить... Ну... Кое-где можно... Вот тут так точно можно... И он сделает... А, блин, тут я буду священное место ставить... Блин, очень хотелось бы Наску тогда найти... Я бы тогда на этих клетках... Ладно, придется, видимо, центр коммерции все-таки... Не получится у нас с... С заповедников большого выхлопа здесь... Так, еще какие-то континенты... Островки... Если что, мы туда тоже сможем... Сбегать... Так, мои войска просто идут мимо... На один раз я его, правда, уже обманул... Ну, в данном случае мы точно не будем... Ну, хотя, блин... Он может опять с миссионерами прийти... Но я надеюсь, что он там теперь с Японией воюет... Вообще, вон Япония... Ну, я... Поясню... Наверное, благодаря мне все-таки японец объявил войну турку... Потому что турок потерял кучу армии... Теперь японец его в два раза сильнее... И решила, типа, а че... Че и не напасть... Хотя у них дружеские отношения... Ну, во всяком случае... Этот... Японец, типа... Дружеские... Относился к... Турку... Раз ты потерял силу... То дружить я с тобой больше не хочу... Как-то вот так он подумал... Игра почему-то здесь предлагает ставить... А не на воде... О, еще сюда, кстати, влазит... Ну, тут как-то грустновато немного... Хотя вино есть... Блин, я ж хотел... Поменять карточку... На строителей... Так, здесь... Навигацию по звездам отложим пока... Сделаем строителя... Может, еще купить... Кстати... О, Джонку уже... Блин, Джонка крутая... Ну, 480 монет, конечно... Крен там плавал... Так, давайте попробуем продать... Железо и... Лошадей... Шесть всего лишь... Даже не вход... А железо... Вообще никому не надо... Как же они там боют... Если у них... Железо и лошади не нужны... Блин, тут какой-то большой остров еще... Ай-яй-яй... Больно... Вроде не должны убить... Всадника... Наверное, слишком много армии туда веду... Так, сильно меня тут... 153... 489... Странно... Почему тут настолько сильнее влияние... Выглядит, что у него города дальше от моих... У меня вот тут несколько городов... С моей верой на гифу влияет... Кумаси... Кумаси... Причем... Первый я встретил... Кумаси... Торговые пути к городу-государству... Две культуры... Ну... Для меня это такое... Хорошо здесь... В шестой циви культуры на тебя никак... Блин, все-таки в Самарканд превратился... Не успел... Так, ну давайте тут меняем на строителей... Вообще... Вообще, наверное, давайте сменим на античную республику... Так, теперь 100%... Строителей... Где? Во... Дальше два влияния... И... Наверное, содержание юнитов все-таки поставить... 100% оборонительное здание уже не надо... Вторую галеру... Пока тоже не надо... Так... Кого нам теперь брать? Пингала... Еще рановато... Хотя... Пять жителей... С другой стороны... Ну это, наверное, пингалу... В токасаке... Какой-то реально остров отдельно... Я еще хотел... Только что в Самарканд превратился... Не только хотел его убрать... Но и хотел купить... Галеру еще одну... Или... Джонку в данном случае... Так... Первое... Наши строители могут строить торговые купола... Два золота и одно золото за каждый соседний редкий ресурс... Исходящие международные... Ну тоже мне не особо... Я же через внутренние буду играть... Нафига мне международные торговые пути... Так... Самураи... Заменяю щелатника... Не получает штрафа к мощи при повреждении... Это прям... Способность Японии с пятой цивы... Кстати... Можно, кстати, наверное, потихоньку это открывать... Или лучше... Исторические хроники, наверное, открою... Во-первых, прокачаем пингалу... Во-вторых, я... У меня кампуса... Ой, как не скоро... Так... Поплыли... Обрабатывать жемчуга... О-о-о... О-о-о... Хлеб захвачен... Слушайте... Ну... Вы знаете... Плохо... Получается... Из-за моей войны с Турцией... Я, считайте... Позволяю... Э-э... Японии... Забрать турку... Хотя посмотрим, может... Он на халепом ограни... Потому что халеп вон отваливается... По лояльности... Я-то не мог удержать... Города Турции... Ну, никак... Так... Есть рабочий... Э-э... Нам нужна гавань... Но следующим ходом мы никак не ускорим... Наверное... Ученичество открывать... Потому что я пойду только сюда... Выкуплю... Появится этот... Еще дойдует... Два хода до ускорения гаваней... Что нам два хода построить? Амбар, наверное... Ну, а в гифу... Хоть производство какое-то... Сейчас появится... Наконец-то... Ну, ничего не меняю... Я чисто... Так... Здесь... Конечно, хочется еще строителя... Так... Давайте тут не будет... Залучено ничего... С другой стороны нам и центры коммерции нужны... Тут еще важно не потерять... Религию в гифу... Потому что... Иначе у нас производство просто в этом городе нифига не будет... Так... Так... Вот тут можно отложить на один ход в Аморе производство... Потому что я хочу сразу начать... Эээ... Делать... Гавань... Правда, хватит ли у меня денег? Тулейман готов мрамор продать... Япония готова железо... За два золота всего... 15 железа за два... Даже не в ход... Даже не в ход... Просто... Настолько... О! 20 в ход за 33 лошади... Отлично! Вот это приятно иметь дело... Так... Сможем ли мы у него мрамор купить? Я понимаю, что мы в 10 раз увеличиваем... Нет... Ну, то есть... Тут не обязательно было уменьшать... То есть можно... Типа... Вот он хочет 10 золота и 2 в ход... То есть мы должны ему дать 100 золота и 20 в ход... Например... Или вот уменьшить... И 290 золота... Однократно... Но у меня ни того, ни другого нету... Поэтому... Так... Ну я тут на исследователями... А с наукой точно будут проблемы... Здесь давайте центр коммерции... Хоть как-то эти... Эээ... Пустынные клетки занимаем... Что, халеб уже не отваливается? Нифига себе... А, посадил туда... Губера... Прикол... Причем... У турка и против яп... И против этого японца должно быть плюс 4 ксилия... Так... А вот это я, Катя, не первым... Подожди... Кого мы встретили? Ого... Там неизвестные игроки у армы... Блин, вот бы Наска была на карте... Я был бы так счастлив... Так... Значит откладываем на один ход... Тут мы в госслужбу... Пожалуй... А, блин, еще в отцу можно было... Что-то... Ну в отцу надо... Этот... Священное место делать... Так... Открыли гавань... Тут мы можем еще... Предприятие поставить... Только вопрос... Тут мы будем ставить... Оно дает 25 веры в городе... Владельцы... Просто нам же еще предприятие Портути... А это 25% к науке... Ну, кстати... Возможно даже в этом городе лучше будет Портути делать... Хотя я тут не вижу... Где... Кампус... Наверное вот тут можно... У этого тут поставим... У этого тут... Так что да... Наверное предприятие на жемчуге... Ставим в Токио... Плюс 25% веры... Плюс 25% веры... Плюс 25% веры... Плюс 25% веры... Гавань... Так... Вот тут конечно священное место надо... Но я не могу сейчас купить... Мне нужно... Тридцать одна монетка... Вряд ли да... Хорошо... А если за... Тридцать восемь... Двадцать девять... Тридцать восемь... А если... Если мы продадим мировое влияние... О! Семнадцать вход и двадцать пять... Вот так давайте... Шестнадцать вход и 43... Прямо сейчас... Может сказать и меньше... Давайте может меньше... Все-таки мировое влияние... И нам бы... Не помешало... Вот... Двадцать мирового влияния... Ладно... Давайте полностью продадим... Ладно... Не знаю... За что мы там будем голосовать... Все... Тут выкупаем клетку... И... Включенное место... О! Откуда тут скаут? Я уже забыл про него... Блин... Переносит... Короче я так понимаю... Что тут можно доплыть... Прямо до... До другого континента... По этому острову... Судя по всему... А может это часть того континента даже... Так... Рынок... Слушайте... Слушайте... Давайте наверное... Миссионеров покупать и распространять... На что... Вот... Зачем мне сейчас религия... Да? Мы все равно не в золотом веке... Покупать... Ничего не... Не можем... Я бы миссионеров покупал и распространял... Турок там воюет... Антона на Риву обратим... Этот новый город обратим... Ужас... Средневековье... Через 8 ходов... Так... Подождите... Я что-то думал... Так мы уже в средневековье... Средневековье закончится... Это... Возрождение... Через 8 ходов... Нифига себе... Как быстро летит... Просто очень быстро... О... Тут уже больше... 12,4... Хотя все равно там... Вход... Вход выше почему-то... Капает ислама... Охм... 4... На... 5... Вход выше... 5... Вход... Вход выше..... Вход выше... 0... 9... 1... 0... Так, Болония заключила мир, потому что... А, походу, они перестали воевать. Вау. То есть, просто... Короче, у турка сначала я отжал город, но я его сохранить не мог. Потом японец отжал город. Но турка мы типа приостановили, хотя я очень... Оху. И оба хотят, кстати, жемчуг у меня купить. Ну, наверное, продадим. Оху. 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 Попробую. Не заключал бы тогда мир просто. Но я не знаю, как мне эту армию удержать... Как мне города эти удержать. Блин, еще варвары. Ладно, надо вернуться сюда сплавать Или вылечить хотя бы галеру 25 науки В два раза меньше И культуры просто в 10 раз меньше И весь мир куда-то улетает по науке Охренеть Охренеть Реформацию ускорили А мы город в 10 жителей вообще можем сделать? В принципе у меня хоть где-то возможно Мне кажется нет Калейман Анкарват построил Надо больше рабочих еще Со всех сторон То измена, то засада Не, ну больше вот миссионеров нету смысла Тут надо дальше либо апостолами Либо копить веру на покупку армии Например Так мало людей Конечно так мало людей Пустыня сплошная Как у нас по религиям? Кстати, все три религии На нашем континенте Надо другой континент находить И туда плыть Кстати Так, по количеству 9 ислам 9 буддизм 7 конфуцианства Ну будет 8, например, фукусима Блин, как бы мне 5 ходов еще Если фукусиму обращу То я уже в нормальный век опять Может все-таки В темный попытаться Давайте думать Где нам все-таки Правительственную площадь делать У меня получается Что только здесь Что в остальных местах Не влазят В остальных местах Не влазят Он, правда, хороший Будет занят тогда Кроме того Мне правительственную площадь В каком В каком городе строить Она будет очень долго Строиться Блин, как Очень такая Напряженная партия Прямо вам скажу Так, есть гавань Строим маяк Потому что Ну мы тут Упор На Караваны делаем Так, и рынок построим Могу еще один караван Нанять Значит, еще раз Какая у нас способность Международные Внутренние торговые пути Культуру, науку и золото За каждый Специализированный район В пункте назначения Ну то есть Нам надо в столицу Отправлять На самом деле Пока у нас в столице Два района Ну, либо в Такасаки Тоже два района Так Я бы, во-первых Из Такасаки Отправил караван Я бы его даже сейчас Купил за деньги 175 Накопил все-таки Этот Второй караван Я бы Отправил Из Отцу Чтобы быстрее Священное место построилось И производство появилось Так Так, господи Каре Заливать Бедного Скаута Вернусь обратно Миссионером И этим буду тут Просто стоять Пока Ну В Токио Я смогу Построить Только когда Семь жителей Станет Это еще Не скоро Блин Ну что Вау Море Строить Тут Еще Гавань Мы делаем В любом случае Этот лес Надо бы Вырубить Вообще Я бы Наверное Магнуса Пересадил Вау Море Да И уже Под Магнусом Вырубали бы Это все Я просто Переведу Рабочего Но вырубать Не буду Дальше У нас Четыре Посла Есть Ну Пока Ничего Из этого Мне не Нужно Антона Нариву 2% Будет Давать Но У меня Пока Великих Людей Нет Особо Так Вот Тут Что Дальше Наверное Амбар Нужен Святилище Храм Или Нет Этого Строителя Строителя А потом Амбар Так Сделаем Пингала Пускай Показит Тут Одинаково 5-5 Когда там Вырастет Хотя бы До 7 Тогда Наверное Можно Пингалу Или Зол Для приемов Откроем Вот Вот там Я смогу Галеру Купить Или Что Они Тут Продают Галеру Я бы Уже Нанял Наверное Галеру Деньги Есть Это Ускорило У Нам Судостроение А Открыв Судостроение Мы сможем Сюда Переплыть Юнитом И Собрать Руинки Токио Токио И Из Отсу Ну Одинаково Что Токасаки Что Гифу Что Токио Районы Одинаковые Поставлены Пошли Вот это Обработаем Потом Вино И Предприятие На вине Поставим Так Тут Стоим Значит Ждем Прибытия Магнуса Тут Поплыли Исследовать И Здесь Рынок Ой Все равно Как тяжело Как тяжело И как быстро Возрождение Наступает Черт Побери О Недобиток Еще тут Плавает До сих пор Так И тут Просто Стоим Хотя Уже 2-2 Я не понимаю Почему Больше Капает Ислама Играл бы Мы против Людей Меня бы Уже Давно Просто Забрали Здесь Вот С таким Развитием Это Просто Невозможно Просто Что-то Нереальное Так Так что Давайте Здесь Строить Храм Наверное Чтобы Апостолов Купить И укрепить Религию Здесь Бар Готов Ну Наверное Строителя Продолжаем Делать Карточка Стоит На них Торговый Путь Я куплю Следующим Ходом Просто Но Это Видимо Уже Будет В следующей Серии Потому что Мы Вступаем В Возрождение А Голосование Еще Проведем Новый Район Культурный Захват Ну За себя Проголосую Торговые Пути Проложены К этому Игроку Плющ Ну Давайте Тоже За себя И тут Даже Надо Как-то Влиться Наверное За куль Ну У меня Мало Мало Этих И тут И тут Вольюсь Но Я не думаю Что Хоть Одно Из Этих Предложений Пройдет У меня Голосов Маловато Сейчас Глянем Результат Препятствует Цель О Так Сулейману Сулейману Не нравится Когда Кто-то В темном Веке А Не Слушайте Прошло Культурный Захват Ко Мне Все Остальные Поединицы Просто За себя Вкинули Так А Торговые Пути Неизвестный Игрок Да Это Здорово Правда С другой Стороны Когда Я тут Район Это буду строить Действующий Так Вообще С гарнизоном Ну я бы Наверное Хотя у меня денег Уже много Давайте Может реально Поставим Вассалы Или Изоляционизм Я кстати Не могу Давайте Наверное Изоляционизм Так Подождите У меня там Есть Так Куда Расти 4 4 Ну там Больше Будет Давать Потом Я Еще Караван Ох Сложно Вассалы Тоже Крутая Штука Не знаю Наверное Лучше Вассалы Потому что Это Повлияет На культуру И Науку Теперь Мне надо Юниты По городам Расставить И В темном Веке Возьмем Здесь живут Драконы Конечно Круто Но я Что-то Очень Сомневаюсь Что Я За Эту Эпоху Успею Сплавать Куда Нибудь Ну Исход Евангелистов Я тоже Ну ладно Давайте Опять Исход Евангелистов Может Попробуем Апостолов А Блин Каждый Новый Континент И чудо Ладно Давайте Здесь живут Драконы Попробуем Я все-таки Плаваю Галеры А вдруг Что Открою А Вдруг Обращаем Фукусиму Ну ладно Вот теперь точно продолжение В следующей серии Спонсоры канала уже ее могут поискать В плейлисте Для всех остальных Оно появится завтра Играйте в умные игры Слава Украине Живе Беларусь Всем пока Я Алексей Халецкий Тот кто сделал это видео Лайк Комментарий Подписка Возможно Супер спасибо И спонсорство Спасибо за поддержку До следующих видео Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok